я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть планет бейс создали такой вот небольшую базу и у нас по идее новые колонисты да теперь у нас 7 человек был опять смотрите еще один медик у нас в прошлой части прилетел работник с вами похожи торговца смотрите у нас свободный торговец у него 8 металла и комиссия что приятно не очень большая вот правда стоимость тоже такая не кислая ну ладно будем будем как-то работать так давайте мы продадим вот все весь крахмал который у нас был и может быть даже может быть даже один пластик мы еще на делаем успеем на делать чтобы купить два металла торговать хорошо так хорошо работаем пока что у нас в этих все в порядке 5 запчастей вот и я рискнул что называется включил вот вы видите шахту что-то производится потихоньку и мы видим что один из работников уже повредил себе ногу ну то бишь успел вовремя короче говоря так лазарет лазарет но лазарет мы с вами теперь можем построить как мы видим поэтому строим может еще что-нибудь продать и сожалению улетел уже так и пока что выключаем эту шахту 2 и 2 ресурса будет лазарет появятся у нас танки все таки и будем надеяться что рабочий к тому времени лапти не склеит так хорошо что у нас в этом лазарете медшкафчик и кровать вот есть кровать медшкафчик наверное пока что не нужен но кровать одна точно нужно с вами сейчас полечим и в общем то теперь можем включить на полную и ожидать еще металл так это кто у нас прибыли корабль с колонистами прибыл и прибыл у нас белого хватит нам колонистов я уверен вот смотрите лечится хорошо появилась две руды и нам хотя бы один всего-навсего один металла где-то заполучить ну то бишь дождаться еще одного прилета космолета и в общем то все у нас будет все в ажуре мы будем выпускать пластик мы будем с вами вырабатывать металл потом запчасти но там все остальное мы уже как горится мы уже с вами сделаем сейчас дождаться еще одного торговца еще да вы шутите что ли постоянно ноги ломают ну смотрите буквально каждый день как такое может быть что у него но как известно в самом начале всегда привозят патенты дорогущие потому что у нас с вами денег нет потом когда появляются деньги мы не можем дождаться когда же что-нибудь хоть что-нибудь привезут ну и торговец такой себе до приехал к сожалению тут не продать ему нечего не купить у него нечего поэтому просто отсылаем его да и все еще один торговец и у нас такие виды до отсюда смотрите красота так ладно торговец торговец у которого есть металл комиссия до большая но есть металл и это здорово кстати ломают буквально руки и ноги наши работники но просто я не знаю как с какой скоростью невероятной скоростью ломается так нам нужен всего-то навсего по моему 1 до 1 металла или 223 но мы все равно пока что поменяем вот у нас есть вот это живо на мыло и что тут на воды бросим до 30 вот так так хорошо хорошо у нас появился или сейчас появится металл и сразу же мы с вами сможем тогда начать строить включаем планируем сразу же ловильню ловильня появится потом можем для пластика сделать ну и в общем то все начинаем тогда хозяйствовать уже по-настоящему нам нужно решать и энергетические проблемы и проблемы безопасности тоже нужно решать вот сюда где-то я еще один хочу поставить который будет защищать и вот эту дорогу так называемой смерти и в то же время может подзаряжать аккумулятор там где-то тоже молнии бьют вот здесь вот тоже как-то нехорошо получилось в общем будем работать все буквально начали работать прилетел еще у нас один инженер получается у нас два работника два инженера два биолога и медик ну и наблюдаем все отлично сразу же сюда прийти приоритет работаем так у нас там один хватит пока что пока что давайте мы прикроем эту лавочку всего-навсего один медкомплект остался и не скоро у нас еще появятся и вообще сейчас смотрите вырубаем все ветра нет гроза есть а ветра нет и вот стоит вот эта вот штука не заряжает ну я думаю что протянем до утра да да тем более скоро уже заканчивается может сейчас ветер появится уверен что вызовы всегда с самого начала всегда все сложно так ну давай 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 еще немножко еще чуть-чуть есть хорошо пошла работа так включаем чтобы торговцы если они будут пускай прилетают обычно они в первой дне в первой половине дня прилетает поэтому если вторая половина дня появляется то наступает вернее то можно в общем то отключать торговцы нам сейчас нужны лекарства нам нужны хотя наверное давайте поэкономим вот металл есть хорошо сразу же производим пластик работникам нам нашим теперь есть чем заниматься еды как-то маловато два биолога еды как-то откровенно говоря маловато так 3 2 2 1 ну да так пока что медпункт тоже вырубить поэкономим немножко появился металл еще да и нам нужно будет сейчас посмотрим что нам нужно мы говорили о том что нужен бы еще один аккумулятор желательно ставите где-то здесь еще один аккумулятор и желательно конечно же побольше не такой мелкий как у нас плюс еще вода нужно будет так по моему такой 2 хорошо кстати это хорошо такой 4 тоже можем поставить будет заряжаться так это я буду удалять это тоже будет удаляться поэтому нужно где-то так поставить чтобы оно нам не очень-то мешало лучше всего пока наверное где-то здесь так потом будем расширяться сюда тут конечно было бы тоже нехило так ну ладно вот так поставим и прогре проблема с электроэнергией на некоторое время у нас будет решена по крайней мере с ее накоплением ничего так он смотрите да прошел сквозь этот медик наш сквозь метановое озеро не так как в этом фильме терминатор когда на него вылили минусовой что-то там то ли кислород то ли что там перевозили жидкий кислород минус 180 градусов метан по-моему тоже там не слабо так требует для того чтобы в жидкое состояние перейти уже что-то около 200 так мы еще один ресурс и у нас с вами что тут еще один будет металл да запустить не запустить сломает кто-нибудь себя самодостаточность достигнута но благодаря комплексу объектов ваша база может жить самостоятельно без посторонней помощи прекрасно всего то навсего мы с вами еще один аккумулятор поставили так а этот этот нужно будет убрать когда он разрядится уберем обязательно не пропустить когда тот ногу сломает один из наших колонистов к не хочу включать продукты питания пошли однородно а смотрите сразу же зарядила половину да прям сюда удар был молнии так хорошо сейчас еще одна еще да еще подзарядили вот это красота вот это я понимаю работа как раз этот у нас по моему разряжается тогда его уберем получим металл с него и перестроим солнечную панель желательно побольше поставить конечно же для нашей базы так и смотрите да у нас уходят ресурсы для ремонта вот в общем то тоже их нужно было бы закупать ну как неизвестно непонятно когда у нас еще появится возможность самим это все дело клепать так давайте смотреть что нам нужно дальше лаборатория выращивать синтетическое мясо это конечно круто это здорово но придется вот это вот делать фабричку небольшую маленькую такой вот тут мы с вами поставим по моему тут она хорошо станет рядом с этим складом два на два ресурса да и вот у нас уже сломанная нога и это по моему это последний у нас уже мид комплект что нам привезли да ничего ничего интересного нам к сожалению с вами не привезли таких денег у меня нет и вообще денег нет мягко говоря поэтому давайте как-то заработаем что ли что там у нас 55 комиссии 20 на 20 13 ну ладно ну ладно вот тоже вот кстати кусок дороги смерти незащищенные незащищенные во время грозы там лучше не ходить так и здесь нам нужно еще один мид мидик последний комплект ушел больше рисковать нельзя мы исчерпали лекарства да я знаю мало того мы сейчас исчерпаем и запчасти надо ждать еще одного торговца и купить у него руды ну или рискнуть то есть намерен сделать будем рисковать кто не рискует тот как известно мастерская электрокомпонентов но нам нужны запчасти и снова таки поломал смотрите вот но обязательно поломать ногу но вот обязательно просто но это не жилец уже я уверен сейчас и эти тоже ноги себя переломают все или ноги или руки снова таки прошло некоторое время я не стал показывать как я накапливаю ресурсы и сделал я смотрите я сделал наконец таки лабораторию у нас работает шахта тут периодически ломают ноги руки наши работники но теперь у нас с вами есть лаборатория здесь у нас появилась появился рабочий стол и мы можем производить да кстати поставил вот такую вот стойку с лекарственными травами теперь мы можем производить медикаменты что собственно говоря наша медичка наша медсестра и делает вот ну и производим мы также запчасти потому что ломаются у нас вот эти ветровая турбина и солнечная панель в общем то теперь вот у нас теперь вот с этого момента я считаю что у нас самодостаточность какая-то началась потому что у нас все есть нам ничего не нужно закупать и вот отсюда у нас начинается развитие уже более-менее такое нормальное осталось что называется накопление металла накопление пластика ну и увеличиваем народонаселение увеличивается у нас база строим большие здания ну и в общем то выживаем есть вот смотрите куда выживать тут настоящие озера метановые вот бы откуда энергию брать метан но чтобы он горел нужен же кислород откуда-то его же нужно будет еще получать вытягивать так ну и вот тут у нас вода здесь вот это тоже нужно будет переделать перестроить возможно мы уберем также спальню и сюда дальше пойдем потому как в комментариях было сказано что вот эти метановые озера они убираются точно так же как убираются небольшие холмы мы с вами знаем мы ставим какой-нибудь какой-нибудь объект и земля сглаживается в общем работаем работаем выживаем но теперь я уже думаю что это все-таки не выживание это уже ну это жизнь потому что все есть по минимуму конечно же но все есть людей тоже всего на всего 8 человек робот сломался по-моему вот это вот с него и осталось так еще запчасть нужно сделать два металла два пластика пластики сюда кстати расходуется нам нужны медикаменты нужны потому что они уходят постоянно работники ломают себе ноги руки в общем живем так ну что же друзья я на этом пожалуй буду с вами прощаться встретимся в следующей части всем спасибо за внимание всем удачи и пока удачи 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 пока я так в этом lại удачи Продолжение следует...